Всем привет! Сегодня разберем эволюцию и происхождение вирусов, а также основные отличия вирусов от прокариотов. Выделяют несколько гипотез эволюции и происхождения вирусов. Во-первых, то что вирусы это потомки древнейшей клеточной формы жизни. То есть изначально были протобионты, это наши предки, затем протобионты дали начало прокариотам, и прокариоты затем уже эволюционировали в эукариоты. Эукариоты, прокариоты, протобионты. И следовательно, что по этой гипотезе вирусы отделились на этом революции. Вторая гипотеза гласит о том, что вирусы это регрессия, это эволюционная регрессия прокариотов. Что это значит? Это значит, что прокариоты, которые вели паразитический образ жизни, утратили часть своей генетической информации и превратились в вирусы. Третья гипотеза гласит о том, что вирусы это продукт эволюции субклеточных структур. Под субклеточными структурами понимаются нуклеиновые кислоты, а именно нуклеиновые кислоты рибосом и митохондрий, которые обладают свойством репликона. Эта гипотеза по-другому носит название гипотезы взбесившихся генов клеток. Мы с вами разобрали основные гипотезы эволюции и происхождения вируса. Напомню, первая гипотеза гласит о том, что вирусы это потомки древнейшей доклеточной формы жизни. Вторая гипотеза это вирусы это результат регрессивной эволюции прокариотов, фоэстических прокариотов. И третья гипотеза гласит о том, что вирусы это продукт эволюции субклеточных структур наукариотических клеток. Сейчас разберем основные отличия вирусов от бактерий. Во-первых, вирусы от бактерий отличаются размерами. Бактерии имеют размер от 0,5 до 5 микрометров и видны в световой микроскоп. В то время как вирусы имеют размер от 60 до 120 нанометров и не будут видны в световой микроскоп. Их можно заметить только в электронном микроскопе. Строение. Строение бактерий это одноклеточные микроорганизмы, которые имеют более простое строение по сравнению с клетками животных и растений. У вирусов это строгие внутриклеточные паразиты, которые представляют собой по большей части белковый корпус, в котором изнутри к нему будут прикреплены нити нуклеиновых кислот. Это ДНК или РНК. Метаболизм. Метаболизм бактерий он собственный обмен веществ. То есть бактерии имеют собственный обмен веществ и способны ощуплять множество различных веществ. В то время как вирусы не имеют собственного метаболизма, не имеют собственного обмена веществ и живут только за счет клеток хозяина. Размножение. Бактерии размножаются по острым делениям пополам. В то время как вирусы размножаются только внутри чужих клеток. И здесь интересен механизм, процесс их размножения. Они встраивают свою генетическую информацию в клетки хозяина. И принуждают ее воспроизводить копии вируса. Клетка чаще всего погибает в результате такого размножения вируса. Клетка. 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 Продолжение следует...